Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила. Дэн Кеннеди. Мифы и легенды. Думайте позитивно и жизнь превратится в сказку. Позвоните мне, у меня всегда найдется для вас несколько неприятных новостей. Будьте чисты сердцем и ждите вознаграждения. Почему же так много подлых, наглых и бессовестных людей совсем неплохо устраиваются в жизни? Он прирожденный оратор. Серьезно? Он что, вылез из материнской утробы с мобильным телефоном в одной руке и портфелем в другой? Сегодня без высшего образования никуда не попадешь. Разве что на вершину успеха. Кротких ждет удача, только не в ближайшем будущем. Скромность — это добродетель. Скажите об этом Мадонне. Следите за своими манерами. Но варвары уже у ворот. Будьте оригинальны. Если вы хотите побыстрее разбогатеть, подражайте и копируйте как сумасшедшие. Если успех не пришел к вам сразу, пробуйте снова и снова. А может быть и нет. Упорству часто придают слишком большое значение. Работайте, не покладая рук. И у вас будут сильные мозолистые руки, а также больная спина. Практика ведет к совершенству. Не ведет. Победители никогда не отступают. Отступающие никогда не побеждают. Забудьте об этом. Первый шаг к тому, чтобы выбраться из ямы, перестать ее копать. Удача не имеет ничего общего с успехом. Если только вы не удачливы. Поспешишь, людей насмешишь. Но в наши дни медленные и упорные все реже побеждают в гонках. Никогда не смешивайте бизнес и удовольствие. Боже, ну что за скучный и дурацкий совет. Клиент всегда прав. Некоторые клиенты назойливы как мухи. С такими лучше вообще не иметь дел. Быстро разбогатеть невозможно. А медленно вы разбогатели. Чтобы сделать деньги, нужны деньги. За исключением тех случаев, когда их у вас нет. Придумайте более совершенную мышеловку, и мир протопчет к вашей двери широкую дорогу. Не слишком на это рассчитывайте. Менеджеры должны со всеми обходиться одинаково. За исключением тех случаев, когда менеджер хочет добиться максимальной продуктивности. «Работает, не трогай». А с таким подходом мы бы до сих пор освещали дома свечками. Забудьте все, что вы когда-либо знали о позитивном мышлении, приятных манерах, академическом образовании, профессиональных дипломах, творческом подходе, советах экспертов, обслуживании клиентов, качестве и совершенстве, упорстве. Предисловие. Ура! Перед вами книга, которая доставляет удовольствие. Побуждает к действию и невероятно вдохновляет. Отличается глубиной. Короче говоря, Дэн Кеннеди нарушил все правила относительно того, сколько пользы может принести одна книга. Давайте сначала рассмотрим составляющую удовольствия. Интересно читать и слушать о ярких личностях, которые заработали огромные деньги, наплевав на условности. Рисуя портреты этих людей, Кеннеди приглашает нас в интригующее путешествие по ярмарке, которую мы называем свободной предпринимательской системой. Перед вами пройдет пестрая череда независимых, оригинальных, находчивых, зачастую безжалостных капиталистов, служащих опорой для своих подчиненных. Вы познакомитесь и с неопытными начинающими предпринимателями, изыскивающими нестандартные способы устроиться на самую низкую должность, на которой они, впрочем, недолго задерживаются, и с маститыми бизнесменами, которых Кеннеди знает лично и которые ворочают миллионами и миллиардами долларов. Книга захватывает именно потому, что все эти реальные люди отвергли систему, построили жизнь по-своему и преуспели на собственных условиях. Это галерея ярких успехов, рассказ о людях, которые подняли с самого низа на самый верх. Теперь давайте перейдем к вдохновляющему компоненту. Листая страницы этой мудрой книги, вы будете снова и снова повторять. Если им удалось это сделать, я тоже смогу. Думаю, как раз об этом и хотел сказать Дэн Кеннеди. Он доказывает, что наши недостатки по большей части придуманы. Это оправдания, которыми мы пытаемся объяснить свое бездействие. Рекомендую держать под рукой несколько экземпляров книги. Что я сам намерюсь сделать? Чтобы всегда иметь возможность вернуться к героям и героиням, стойко и мужественно преодолевшим все препятствия. Вы начинаете им подражать и задумываетесь над тем, как превратить свои недостатки в достоинства. Я вспомнил перечень оправданий, которые приводятся в конце книги Наполеона и Хилла «Думы и богатей». Если бы у меня были деньги, если бы я получил хорошее образование, если бы мне выпал шанс, если бы мне ничего не помешало, если бы у меня был такой же талант, если бы босс оценил меня по заслугам, если бы у меня было время, если бы я только сделал первый шаг, если бы я познакомился с нужными людьми. Кеннеди пишет о том, что эти отговорки ничего не значат. Нет. Если вы хотите, чтобы шансы были на вашей стороне, оторвите задницу от стула и превратите свою идею в реальный бизнес. Но что, если у вас нет первоначального капитала? Это оправдание или объективное препятствие? Способны ли мы на подвиги людей, создавших огромные корпорации без гроша в кармане? По большому счету в том, чтобы приступать к делу без финансовых ресурсов, превращая идеи в состояние. И есть суть предпринимательства. Все преуспевающие бизнесмены, с которыми мне доводилось встречаться, предпочли бы иметь стоящую идею и не иметь денег, чем иметь миллион долларов и ни одной идеи. Прочитав книгу Дэна Кеннеди, вы захотите избавиться от всех изобретательных оправданий, которые вы так долго лелеяли. К счастью, автор предлагает нам массу потрясающих примеров для подражания. От людей, не окончивших даже средней школы, до домохозяек без опыта работы. У всех у них не было ничего, кроме мужества и страстного желания. В какой бы области вы ни работали, эти примеры приведут вас в восторг и зажгут в вашем сердце огонь. Наконец, несколько слов о том, почему эта книга по праву считается глубокой. Более 10 лет я являюсь редактором журнала Success. И могу сказать, что любой колоссальный успех — это наглядный пример нарушения всех правил. Путь, который выбирает большинство, не приведет к экстраординарным достижениям. Если вы покорно следуете за толпой, вы придете туда, куда она вас увлечет. Обратите внимание, что я сказал «любой успех». Хочу особо это подчеркнуть, потому что я не нашел среди предпринимателей, новаторов и изобретателей ни одного исключения. Итак, чтобы добиться выдающегося успеха, вы не только вправе нарушать правила. Вы обязаны это делать. Означает ли это, что вы должны стать ренегатом? Вовсе нет. Во всяком случае, истинный смысл данной книги не в этом. На этих страницах оживают еретики, бундари, непокорные миллионеры. Вы получаете от рассказа об этих людях удовольствия и незабываемые впечатления. Но вы также узнаете, что истинная сила состоит в том, чтобы отличаться от других по-своему, не бросаясь в глаза. Вы можете выглядеть как обычный бизнесмен, но владеть секретной уловкой, которая превратит вас в большого бунтаря и революционера. Даже большего, нежели Деннис Родман и Дональд Трамп вместе взятые. Нужно обладать мужеством, чтобы смотреть на жизнь и бизнес с независимой позицией. И прослушивание этой книги может стать решающим шагом к обретению такого мировоззрения. В этой связи мне вспоминается, как я в свое время работал редактором научного журнала. Я постоянно выискивал примеры выдающихся достижений, гениальных идей. С одной стороны, мои редакторы и я пытались быть открытыми для каждой идеи, поскольку хорошо представляли себе, что все великие достижения от телефона и самолета до лазерной хирургии когда-то считались невозможными. Нам также было известно, что большинство изобретений принадлежало неизвестным людям, колдовавшим в гаражах и подвалах. С другой стороны, мы знали, что изобретения не могут нарушать фундаментальные законы науки. Мы не хотели быть настолько открытыми, чтобы вывалился мозг. Мы не отрицали нормы рациональности и старались объективно и здраво оценивать все сумасшедшие и безумные идеи. В бизнесе безумными называются те идеи, которые не приносят прибыли. Некоторые из них всего лишь фантазии, в то время как другие аферы, которые озолотят других за ваш счет. К разряду безумных можно отнести и великие идеи, у которых нет перспективы. Это, например, такие, которые принесут настолько низкую прибыль, что не стоят затраченных усилий. К счастью, Кеннеди – опытный бизнесмен, оплодающий деловым чутьем, мудростью и практичностью. Он прекрасно понимает, что конечная цель – это не нарушение всех правил создания процветающего и стабильного предприятия. Дэн методично развенчивает прописные истины, раскрывая реальные бизнес-принципы, лежащие в основе любого успеха. К примеру, столь часто восхваляемая настойчивость Эдисона есть нечто более глубокое, чем просто упорство. Из истории Тома Маннагана также можно вывести важный маркетинговый принцип, который пригодится в любом бизнесе. Слушая эту книгу, вы понимаете, что жизнь щедро одаривает нас богатейшими возможностями, хотя многие намеренно скрывают и маскируют их, чтобы вы не узнали секреты успеха. Например, я был потрясен числом людей, делающих огромные деньги на таких вещах, как покупка прав бенефициария на страховой полис. Кеннеди убежден, что в извечном желании поскорее сколотить капитал нет ничего позорного. По его утверждению, в некоторых случаях разбогатеть быстро – это единственный способ разбогатеть. Так что, если какая-то идея пришлась вам по душе, не медлите с ее реализацией. Кажется, Кеннеди действительно прав в том, что мы связаны путами правил, догм и норм, которые мешают нам увидеть все богатство возможностей и перспектив. У вас есть шанс развенчать эти мифы, сказки и ложь, и сделать широкий шаг вперед. Это отличная возможность. Не упустите ее. Скотт Дегарма, главный редактор журнала «Саксесс». Авторское предисловие. Иногда полезно нарушить правила. Я нарушил не только все известные мне правила, но даже те, о существовании которых и не подозревал. Мартин Скорсезе. «Мы, люди, всегда выдумываем правила. Наверное, этому стремлению можно было бы положить конец, когда Моисей спустился с горы и возвестил «Отличные новости, мы остановились на десяти». Но несмотря на то, что некоторые довольствуются десятью заповедями, большинство этого мало. Даже католики, у которых и без того много правил, создают новые. В Вашингтоне, округ Колумбия, для хранения всех законов, прошедших через необходимые инстанции, построили огромное здание, но и сегодня сессия Конгресса оценивается по количеству разработанных и одобренных законов. Наполеон Хилл в своем бестселлере «Думы и богатей» вывел 13 правил. В книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови упоминал семь. Мой коллега-оратор Зиг Зиглар составил список десяти качеств преуспевающего человека. Генерал Шварцкоп в речи на тему лидерства говорит о правиле номер 31 и правиле номер 2. Насколько же полезны все эти правила? Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее надавите на педаль газа. В 60-х годах тренеры обучали легкоатлетов прыгать в высоту лицом вперед. По логике вроде все правильно. Естественно, что спортсмену хочется видеть, куда он падает. Но один парень, Дик Фосбери, придумал прыгать в высоту иначе. Подбегая к планке, он отталкивался правой ногой, разворачивался на 180 градусов и перелетал через планку вперед спиной. Журнал «Тайм» назвал это самой абсурдной техникой прыжков в высоту, когда-либо существовавшей на свете. Конечно, все смеялись. Такой прыжок назвали «шлепком Фосбери». Это не единственный раз, когда общепринятая мудрость была посоромлена. Самое главное клише – правила существуют, чтобы их нарушать. Эта книга посвящена разрушению стереотипов. И очень может статься, что самое главное клише – правила существуют, чтобы их нарушать – имеет первостепенное значение. История «Шлепка Фосбери» напомнила мне прошлое. В детстве я часто играл в баскетбол на заднем дворе и бросал мяч одной рукой, совсем как в бейсболе. Мне удавался почти каждый бросок. Школьному тренеру потребовались недели, чтобы отучить меня от дурной привычки и заставить играть двумя руками, как положено. Теперь мне удавалась лишь одна треть бросков. И до сих пор так. Мой учитель отбил у меня всю любовь к баскетболу. Если бы не он и не его дурацкие правила, я бы, наверное, продолжал играть. И кто знает, может быть, достиг бы высот Денниса Родмана. Я всегда оставил под сомнение прописные истины. Помню, меня даже отстранили от занятий катехезисом в нашей литеранской церкви, поскольку я задавал слишком много вопросов. Не помню имени тамошнего священника. Но он носил мешковатые штаны и я доводил его до белого коленя нескончаемыми вопросами. Его лицо наливалось кровью, он принимался нервно подскакивать. Точность попадания своих вопросов я оценивал по тому, насколько высоко задирались во время прыжков его штаны. Ребенок, задававший чересчур много вопросов, вырос. Мой основной бизнес – реклама. Мы по рукам и ногам связаны бесчисленными правилами, диктующими, как надо делать хорошую рекламу. Мы со всех сторон окружены конвенциональной мудростью. Вся моя карьера построена на нарушении таких правил. В 1993 году вышла статья Уолла Варвика под названием «11 важнейших правил копирайта и как их обойти». Совсем не обязательно ее читать, чтобы понять, о чем идет речь. Заголовок говорит сам за себя. В каждой сфере человека, в каждой, существует множество правил, которые созданы для того, чтобы их нарушали. Позвольте мне привести великолепный пример из области рекламы, рассчитанной на немедленную реакцию. В течение, наверное, 30 лет было неукоснительным правилом давать полностраничное рекламное объявление с купоном в нижнем правом углу. Причем этот купон должен был выделяться, прямо-таки бросаться в глаза. Обычно использовалась жирная рамка и смелый заголовок вроде «Бесплатный купон» или «Форма заказа». Даже с появлением бесплатных телефонных номеров, начинающихся на 800 и торговли по телефону, этому правилу продолжали неукоснительно следовать. До тех пор, пока несколько человек вроде меня, Марка Харлсона и некоторых других не стали его игнорировать. Сегодня около 1 трети подобных объявлений создано в новом формате без купонов, которые придумали именно мы. Клиенту предлагается позвонить по номеру 800 или написать на обычном листе бумаги свое имя, координаты и прочую нужную информацию и отправить по факсу или почте на указанный адрес. Но никаких купонов, которые нужно заполнять и вырезать. Во многих случаях было отмечено повышение уровня ответной реакции. Отсутствие купона делало рекламу похожей на статью, что вызывало больший читательский интерес. В конце 80-х годов я принялся активно и довольно успешно экспериментировать с изменением данного формата, который уже давно стал нещадно копироваться. Я предложил рекламу без купона, дополненную детальным описанием товара в рамке. Такой подход не только нарушал все правила, он противоречил логике. С первого взгляда становилось понятно, что реклама это реклама, а не статья, и не обеспечивая удобство купона, она тем не менее вызывала горячий отклик. Как такое может быть? Кто его знает? Но иногда полезно нарушать правила ради самого этого нарушения. Эта книга противоречит самой себе. Вероятно, наибольшее достоинство этой книги заключается в том, что она себе сама противоречит. Мой друг Херб Тру, профессор менеджмента в университете Ноттердам, рассказывал мне, что многие студенты были шокированы, получив список книг для обязательного прочтения. Каждая из них представляла противоположную точку зрения на один и тот же вопрос. Молодые люди постоянно допытывались, кто же из авторов прав. С одной стороны, мне по душе такой простой подход. Дайте мне только один набор правил. С другой стороны, я не только уверен в том, что не существует универсального комплекса инструкций на все случаи жизни. Я убежден, что если бы кто-то им пользовался, то обязательно в половине случаев нарушал бы его. Единственный пример людей, совершенно уверенных в своей правоте и точно знающих, что нужно им и окружающим, это ребят вроде Джима Джонса и его последователей, совершивших массовые самоубийства в Гаяне. Всякий, кто так бескомпромиссно верит в свои правила, опасен для общества. И все же, понимая всю бесполезность правил, мы продолжаем изобретать новые. Нигде нет столько правил, как в сфере достижения успеха. С 1975 года я официально начал работать в индустрии успеха, популяризируемой тысячами ораторов, руководителями семинаров, писателями, гуру, психологами и различными организациями. В последние годы около третье моего времени посвящено лекторской деятельности. Я ежегодно выступаю перед двумястами тысячами человек, вместе с такими великими ораторами, как Зиг Зиглар, Джим Рон и Том Хопкинс. Один из моих основных клиентов, Гати Ренкер Корпорейшн, занимается производством информационных роликов для Тони Роббинса. На сегодняшний день моих книг-кассет продано на миллионы долларов. И в этой книге я жадно кусаю руку, которая меня кормит, и кормит вполне неплохо. Среди классических идей и аксиом о деловом и жизненном успехе, которые мы выворачиваем наизнанку и оцениваем критическим взглядом, многие принадлежат к сокровищам индустрии успеха. Некоторые мои коллеги могут негативно отнестись к этой книге, но я не комплексую по этому поводу. Я считаю так, если ты не задеваешь кого-то хотя бы раз в день, значит ты слишком мало говоришь. Невозможно было устоять против соблазна обидеть этими страницами десятки тысяч людей. Ах да, кстати, о католиках. Я рос в лютеранской семье, эта вера похожа на католическую, только без исповеди. Когда я был маленьким, у нас были друзья, владевшие небольшим рестораном в Парме, штат Огайо, который располагался прямо в центре католического прихода рядом с огромной церковью. Наибольшую прибыль хозяевам ресторанчика приносили пятничные рыбные обеды. С четырех до семи часов вечера там подавали жареную рыбу с таким количеством соуса тартар, в котором спокойно можно было бы утопить моби-дика. Мы каждую пятницу ели рыбу, хотя и не были католиками. Как я тогда думал, если ты ешь в пятницу мясо, то тебе гарантированно теплое местечко в аду. И мы старательно избегали подобной участи. Мне было интересно, каково приходится тем, кто не любит рыбу, но вынужден есть ее каждую неделю? Пятьдесят две пятницы в году на протяжении, скажем, двадцати лет. То есть тысяча сорок пятниц, чтобы избежать ада. Но правила изменились. Мы вольны есть по пятницам все, что хотим. И что? Разве в аду больше не осталось места? А не застукали папу, уплетающего в пятницу парочку жирных гамбургеров? Разве с неба раздался глаз Божий? Мне надоело каждую пятницу есть одну рыбу. Что случилось? Вероятно, вы слепо и бездумно следуете ни одному такому правилу, которое когда-нибудь кто-нибудь обязательно нарушит. Давайте это выясним. Глава первая. Забудьте абсолютно все, что вы когда-либо знали о позитивном мышлении и мотивации. Мысль разрушительна и революционна, губительна и ужасна. Мысль безжалостна к привилегиям, авторитетным организациям и привычным традициям. Мысль заглядывает в самую глубину ада и не испытывает страха. Мысль велика, стремительна и свободна. Она свет и верх торжества человечества. Бертран Рассел, математик, философ, лауреат Нобелевской премии. В 1995 году на дерби в Кентукки известный тренер Уэйн Лукас выставил двух лошадей. Одну по кличке Принцесса Воров, вторую по кличке Точила. На обеих выступали известные жокеи-профессионалы. На первой Пэт Дэй, а на второй Джерри Бейли. Принцесса Воров была очевидным фаворитом. Но Точила не поставил никто. Но Принцесса так и не вышла вперед, а Точила единым рывком вырвался в лидеры из самого хвоста и украл победу у фаворитов. Однако из-за чрезмерных усилий Точила получил травму и был водворен в стойло, так и не приняв участия во втором этапе соревнований в Трипл Краун. Ко всеобщему удивлению, перед скачками Прикнес Лукас снял ДС Принцессы Воров и заменил его Бейли. Для ведущего жокея, одержавшего победы на четырех предыдущих, Прикнес, включая две для Лукаса, это было равносильно личному оскорблению. Все равно, что после одной неудачной игры отправить на скамью запасных квотеберг вроде Троа Экмана или Стива Янга. Это решение потрясло мир скачек и послужило причиной величайшей победы в истории спорта. Двумя неделями позже в Пимлика в Балтиморе Джерри Бейли скакал на самой лучшей лошади Уэна Лукаса, Принцессе Воров. Как обычно, перед началом соревнований Лукас давал многочисленные интервью. Обойденному Пэту Дэю было вручено седло другим тренером, и он выступал на Луи 14-м, который на скачках дерби пришел 16-м. Когда ворота поднялись, лошадь замешкалась, но Дэй пришпорил ее, выровнял ход, вырвался вперед и ни разу не оглянулся. Под умелым руководством Дэя Луи 14-й пришел первым, побив рекорд, установленный 12 лет назад. Пролетая финишную черту, Пэт Дэй, стоя в стременах, повернул голову в сторону мистера Лукаса, потом посмотрел в телевизионные камеры и торжествующе помахал рукой, растопырив все пять пальцев и громко прокричав «Пять!». Это был один из тех триумфальных моментов, когда тот, кого недооценили и унизили, праздновал победу. Вся Америка, начиная с первоклассных жокеев и заканчивая самыми обычными водителями, болела и радовалась за Пэт Дэя, который сумел привести посредственную лошадь к рекордной победе на Прикнес-стейкс. Пэт Дэй выиграл эти скачки, движимые нечистыми, утонченными, благородными и высокими мотивами. Нет, в этой гонке им руководила месть. «Любой, кого когда-либо смешивали с грязью, поймет Пэт Дэя». Я видел эти скачки и поставил на Луи 14-го только потому, что хотел, чтобы Пэт Дэй утернул с Лукасу. Я тогда после своего выступления находился в номере отеля и, усевшись на краешек стула перед телевизором, подгоняя лошадь и жакей, радостно завопил «да», когда Дэй отсалютовал бывшему тренеру. Тогда мне вспомнилась одна речь, которую я слышал лет 20 назад. Я присутствовал на огромном собрании торговых агентов компании «Эмвэй». С речью выступал Чарли Марш, бывший полицейский, бывший водитель автобуса и молочной автоцистерны. Он часто менял работы, он так и не сумел преуспеть ни в одном деле. Когда он устроился в «Эмвэй», над ним издевались и смеялись все знакомые и родственники. Чарли рассказал, как впервые пригласил друзей на встречу в гостиной, но, прождав полтора часа, понял, что никто не придет, и спрятался в ванной комнате подальше от неодобрительных взглядов жены. Он вспоминал, как стоял в ванной перед зеркалом и видел в нем неудачника, как разожлился на себя и всех, кого знал. К величайшему удивлению знакомых, Чарли занял в системе «Эмвэй» очень высокую должность и стал зарабатывать около 250 тысяч долларов в год или даже больше. В этой речи он признался, что им двигали гнев, негодование, разочарование и обида на приятелей, которые так обошлись с ним в тот вечер. Когда Чарли с женой Элси отправлялись в свой первый круиз, это была награда за вдающиеся успехи. Он пригласил на пристань всех друзей, родственников и соседей на прощальную вечеринку. Он рассказал, как стоял на палубе, вокруг летало яркое конфетти, слышались звуки открывающихся бутылок шампанского и смотрел на толпу людей, когда-то унизивших его, а теперь собравшихся на пристани и торжествующе поднял отогнутый средний палец. Большинство успешных людей неохотно признаются в этом, но ими двигали и двигают самые низменные, негативные эмоции. Не думаю, что нашелся хотя бы один автор популярных книг на тему, как преуспеть в жизни, кто затрагивал бы подобную тему. Наоборот, большинство проповедуют идею подавления, искоренения всех негативных эмоций, теорию всепрощения и сосредоточения на позитивных и светлых мыслях. И это кажется правильным, но реальность доказывает совершенно обратное. И это только один из многих примеров неверной интерпретации и ошибочного применения теории позитивного мышления. Приношу глубокие извинения мистеру Норману Винсету Пиллу, но с позитивным мышлением кое-что обстоит не так. «Моя мать была горячей поклонницей Нормана Винсета Пилла. Да, вероятно, вы тоже. Мне довелось дважды повстречаться с покойным мистером Пиллом, после этого я несколько раз выступал на мероприятиях, где присутствовала миссис Пилл. Они оба мне очень нравились. Я, несомненно, питаю глубокое уважение к его колоссальному влиянию и абсолютно уверен, что его книги являются самыми неверно понятыми и превратно истолкованными в нашем жанре. Будь он жив, думаю, он бы поаплодировал этой книге. Вот основные ошибки, которым приводят людей, неверное толкование позитивного мышления. Избавьтесь от негативного настроения Это истошный безумный крик, пытающийся заглушить голос разума. Я не раз наблюдал, как одинокому смельчаку доставало мужество подвергать сомнению логичность и жизнеспособность некоторых идей, но ему тут же затыкали рот советом «Не будьте столь негативно настроены!» Многие лекторы в качестве примера позитивного мышления часто приводят такую шутку. Один парень оступился и упал с крыши 30-этажного здания. Он летит навстречу верной смерти. Из окна на 15-м этаже кто-то кричит ему «Ты как там?» «Пока нормально». Эту шутку, повторяющуюся бесчисленное количество раз, с полным правом можно считать классической. Но это не точная интерпретация теории Пила. Это не пример позитивного мышления. Это образец обыкновенной глупости. Идея о том, что многочисленные вопросы, сомнения, скептицизм, поиск причин, по которым нечто может не получиться, вдают в тебе негативно настроенного человека, раковую опухоль, которую надо немедленно вырезать, опасный голос, который следует заглушить, бессмысленно и порочно. Цинизм действительно нездоров. Позитивное мироощущение действительно полезно и желательно. Но слепой, упрямый оптимизм на пустом месте – это глупость. Если вы менеджер по продажам, то у меня найдется для вас один особый нестандартный совет. Вместо того, чтобы выпендриваться на еженедельных собраниях, пудрить мозги присутствующим позитивным мышлением и осуждать тех, кто посмел поддаться негативному настроению, возьмитесь за дело и добейтесь конкретных практических результатов, которые вы можете представить в виде маркетинговых разработок или планов продаж. Тогда у ваших сотрудников будет реальный повод для оптимизма. Торговых агентов, менеджеров и всех тех, кому по роду деятельности приходится убеждать или оказывать влияние, я обучаю позитивной силе негативной подготовки, тщательному определению и анализу каждого возможного возражения, которое может возникнуть, каждой причины отказа или недоверия, каждого недостатка или дефекта товаров, услуг или предложений. Перенесите весь этот негатив на бумагу, и тогда вы сможете грамотно подготовиться ко всем этим препятствиям. Вас нельзя будет застать врасплох, когда эти сложности поднимут свои уродливые головы. Тогда вы с полным правом можете ожидать положительного исхода. Майк Вэнс, давний близкий друг и соратник Уэллта Диснея, а сегодня известный оратор однажды сказал, что совет Дейла Корниги улыбаться вне зависимости от того, хотите вы этого или нет, неплох, но гораздо лучше найти повод улыбнуться, чтобы действительно почувствовать себя счастливым. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПАНАЦЕЯ Досконально изучив все книги доктора Пилла и довольно подробно обсудив с ним его учения, могу вас уверить, он никогда не имел в виду, что люди должны сидеть в уголке, сложив руки, генерировать положительные мысли и надеяться, что на заднем дворе материализуются несметные богатства. И тем не менее многие пребывают в глубочайшей уверенности, что если они будут думать только позитивно, их жизнь волшебным образом изменится. Есть даже несколько ораторов метафизической направленности, проповедующих такой несусветный бред. Помню, как я купил свою первую новую машину. До этого я ездил на убогом ржавом металлоломе, свой первый автомобиль я приобрел за 25 долларов, за второй выложил три сотни. В обоих случаях я заплатил за машины реальную цену, так что можете себе представить, на что они были похожи. Но став владельцем новехонького автомобиля, я с сожалением обнаружил, что птицы позволяли себе безнаказанно на него гадить. Это казалось несправедливым. Если бы я обладал возможностью управлять системой, я бы поставил, чтобы птицы гадили только на старые, дешевые, уродливые развалюхи. Но ведь птицы существа независимы и делают свое дело демократично и без разбору. И в этом они не одиноки. Вы можете сколько угодно думать позитивно, но все равно порлете кофе на новый галстук, проколете шину, застрянете в пробке, упустите важную сделку и время от времени будете разочаровываться. Положительное мышление не подразумевает исключение всего этого из жизни. Это инструмент, который поможет вам эффективнее справиться с этими неприятностями. Те, кто верит, что положительные мысли, подобно волшебному амулету на шее, предотвращают проблемы, избегают циничных, негативно настроенных людей. Те, кто использует позитивное мышление, как дети, которые свистом отгоняют в темноте страшилищ и призраков, обречены на разочарование и депрессию. Люди, предпочитающие закрывать глаза на негативное, с той же вероятностью могут упасть на железной дороге перед мчащимся поездом, как и улечься на ложе из роз. Успеху благоприятствуют только возвышенные, позитивные мысли. Данный тезис вновь возвращает нас к истории Пета Дэя и Чарли Марша. В прошлом сезоне нам посчастливилось наблюдать, как Маркус Аллен провел феноменальную игру в составе Канзас-Сити Чивс, таким образом перекрыв Рейдерс доступ в плей-офф. Алленом руководила жгучая ненависть к владельцу команды Рейдерс Эллу Дэвису, который два года продержал его на скамье запасных и фактически загубил его карьеру. При одном только упоминании имени Дэвиса из Аллена изливались тонны желчи. Как вы думаете, выкладывался ли Маркус Аллен на полную катушку в каждой игре против Рейдерс? Естественно. Покойный Дин Мартин, не отличавшийся чистотой деловой этики, признавался, что сразу после разрыва с Джерри Льюисом он вкалывал в поте лица как никогда, ни до, ни после этого события. А все потому, что его озлобили мрачные прогнозы критиков и друзей по поводу угасания его карьеры. Ведь тогда все считали, что Мартин выезжает только на таланте Льюиса. Позднее в одном интервью журналист отметил многочисленные достижения Мартина, включая золотой альбом, потеснивший группу Битлз с вершин хит-парадов, разнообразные роли в кино и весьма успешное телевизионное шоу. «Все-таки я сделал, Джерри». Таков был ответ Мартина. Эта фраза говорит о многом. «Мне частенько доводилось встречать невероятно успешных людей, признававшихся иногда открыто, но в большинстве случаев в частной беседе, что нередко их толкало вперед желание показать им. Я также знаком с людьми, которыми движет страх и паранойя. Один мой знакомый бизнесмен, встав на ноги после сокрушительного, долго муссировавшегося в прессе банкротства, сумел создать компанию с годовым оборотом 20 миллионов долларов. Он рассказывал мне, что с самого утра вкалывал, не покладая рук, постоянно выискивая назревающие проблемы, чтобы подавить их в зародыши и ложась спать, не переставал думать о том, что он упустил, не доглядел, в страхе, что завтра уже будет поздно. «Что со мной будет?» спрашивал у меня, «если люди вдруг перестанут реагировать на мою рекламу?» Кто может сказать точно, что должно служить для вас мотивом? Все, что на вас действует. Нет никаких сомнений в том, что такие сильные эмоции, как злость, обида, желание отомстить или боязнь краха могут привести к весьма неприятным побочным эффектам, начиная от разрушения личных отношений и заканчивая пошатнувшимся здоровьем. Но отказ признавать тот факт, что подобные чувства послужили толчком огромному числу достижений, свидетельствует о лицемерии и стремлении смотреть на мир сквозь розовые очки. Истинные причины, стоящие за многими историями успеха, далеки от возвышенных, благородных и позитивных мыслей. И с этим не поспоришь. Самый серьезный недостаток позитивного мышления В 1960 году пластический хирург, новоявленный психолог-любитель доктор Максвелл Мальц написал и издал книгу в одно мгновение, взлетевшую на первое место в списках бестселлеров и перевернувшую все сложившиеся представления о самосовершенствовании. Его книга психокибернетика и после его смерти оказала влияние на более чем 30 миллионов людей и судеб. И сегодня вы без труда найдете ее на полках магазинов, сможете приобрести аудиокассеты на ее основе, домашний курс, поучаствовать в семинарах и многое другое. Всем этим занимается фонд психокибернетики. Я знаю это точно, потому что являюсь членом совета этого фонда и пламенным сторонником системы жизни при нулевом сопротивлении, основой для которой послужила работа доктора Мальца. Максвелл Мальц объясняет причину, по которой так много людей искренне пытаются изменить свою жизнь при помощи позитивного мышления, но всегда терпят сокрушительную неудачу. Теория Мальца одновременно и радикальна, и противоречива. Практически все современные книги, семинары, философии или подходы, обучающие людей тому, как себе помочь, содержат те или иные его открытия. Суть теории Максвелла Мальца сводится к следующему. Он был убежден, что сознательное позитивное мышление или настойчивые попытки обрести силу воли и самодисциплину никогда не смогут подавить и преодолеть отрицательную самооценку. Другими словами, если некое решение идет вразрез с собственным представлением о себе, результата не будет. Это объясняет, почему люди, которые хотят похудеть, не в состоянии придерживаться выбранной диеты. Почему никогда не исполняются новогодние обещания. Почему большинство из нас предпочитает откладывать важные дела в долгий ящик и многое-многое другое. Именно собственное представление о себе определяет, что человек может, а чего нет. Если, к примеру, глубоко внутри кто-то считает себя спортивно неподготовленным, неуклюжим ребенком, которого никогда не возьмут в команду, то он может брать сколько угодно уроков по гольфу, просмотреть бесчисленное количество матчей, изучать технические аспекты хорошего удара. И все равно его реальная игра будет неизменно соответствовать глубоко укоренившемуся контролирующему образу. Мальц категорично утверждает, что от сознательной постановки целей и искусственно генерируя их мыслей мало проку и крайне незначительный эффект, если они не согласуются с убеждениями, укоренившимися в подсознании. Далее он предлагает уникальные ментальные упражнения, чтобы выяснить, каково ваше представление о себе и модифицировать его по собственному желанию. Этими упражнениями неоднократно пользовались известные олимпийские чемпионы и профессиональные спортсмены, писатели, шоумены, бизнес-лидеры и многие другие. Мое личное знакомство с психокибернетикой состоялось в подростковом возрасте, когда открытия и методы Мальца помогли мне избавиться от заикания. Все прочие средства доказали свою бесполезность. Тот заикающийся подросток сегодня является одним из самых высокооплачиваемых ораторов в Америке. Так получилось, что доктор Пил и доктор Мальц стали друзьями и первый публично признавал важность работы теории второго. Почему мотивация слишком часто оборачивается иллюзией? Поведаю вам реальную историю из области страхования. В городе Эйкрон, штат Огайо, где прошло мое детство, офисы всех страховых компаний располагаются на Market Street рядом с маленьким торговым центром, в котором находится популярное кафе под названием Яичный замок – излюбленное место для завтраков. Каждое утро сотрудники страховых фирм встречаются на собрании и повторяют позитивные девизы, поют корпоративные гимны, маршируют вокруг стола, слушают мотивационные аудиозаписи, смотрят такие же видеокассеты и заряжаются вдохновением. И вот, разгоряченные и неуязвимые, они делают последнюю остановку в Яичном замке для получения последней дозы кофеина. Если желаете воочию увидеть мотивацию, приходите в это кафе к десяти часам утра. Только будьте осторожны, чтобы чрезмерно вдохновленные торговые агенты не смели вас на входе, вырываясь наружу, покорять мир. Прислушавшись к их разговору, вы услышите что-нибудь вроде «Сегодня миллион долларов мой! Сегодня я их обязательно ломаю!» Но вот что самое занимательное. В том же торговом центре располагается ресторанчик под названием «Сухой док». В нем час счастья начинается в четыре часа дня. Для вас, трезвенники, час счастья, иногда называемый час корректировки отношений, означает две порции выпивки по цене одной и бесплатной еду. В любом месте, где предлагают такой набор, вы найдете множество торговых агентов. Итак, в четыре часа пополудни все эти страховщики возвращаются на свой насест минута в минуту. Но это уже совершенно другие люди. И куда только улетучилась вся их мотивация. Теперь они едва волочат ноги, горбят плечи, пялятся в землю и жалуются. В этом городе невозможно продавать страховки. Никого этим уже не прельстишь. У меня дела совсем плохи. И так далее. Встает вопрос на 64 тысячи долларов. Куда же подевалась вся эта хваленая мотивация? Да, во-первых, это была иллюзия чистейшей воды. Я называю это мотивацией без оснований, итогом которой является лишь депрессия, разочарованность и цинизм. По этой самой причине я отказываюсь от выступления, где мне запрещают говорить со сцены о своем инструментарии. Зажить слушателей своими идеями, а потом отослать их домой, не вооружив необходимыми методами, которые помогли бы им реально изменить жизнь, это пустая трата времени и моего, и моей аудитории. К полудню следующего дня теплое, приятное чувство испарится. От него не останется и следа. Все дело в том, что одной только мотивации недостаточно. Точно так же, как и позитивного мышления. Нестандартная стратегия успеха Откажитесь от вынужденного позитивного мышления и мотивации. Вместо этого займитесь формированием прочной базы для положительной самооценки четких целей, практичных планов и средств, которые естественным образом обусловят оправданное ожидание, инициативу и осуществление задуманного. Глава вторая. Миф о прирожденном торговом агенте или прирожденном кому угодно. Маленький мальчик, показывая отцу дневник, в котором пестрят одни двойки, произносит «Интересно, это наследственность или окружение?» Если в природе вообще такое явление, как прирожденный кто-то, можно ли сказать, что существуют прирожденные торговые агенты или кто-то, кому от природы не дано стать таким агентом? Если вы просмотрите информацию о рождении детей, печатаемую в газетах, то найдете там много объявлений о появлении на свет маленьких мальчиков и девочек, но ни одного о рождении маленьких торговых агентов. Мой коллега, оратор Зиг Зиг Лар утверждает, что в его метрике указано торговый агент, но я в этом сомневаюсь. И секрет блистательнейшей карьеры Зига, вероятно, одного из самых великих и известных торговых агентов всех времен, кроется в том, что поначалу он был совершенно некомпетентен. Многие очень сильно ограничивают себя и свои возможности, упрямо веря в то, что преуспевающие люди в любых областях были рождены заниматься тем, чем они занимаются, что успех дался им естественным образом. Несомненно, существуют те, кого любят камера, они становятся успешными моделями, актерами или актрисами, но есть и такие, как легендарный певец Тони Беннет, к нему я вернусь позже по другому поводу, который был одним из многих деятелей шоу-бизнеса, страдавшим от страха перед сценой и сумевшим преодолеть его. Но есть, конечно, и эстрадные артисты, чтобы развлекать. Есть люди, наделенные врожденными спортивными талантами, которые становятся Майклами, Джорданами или Эмметами, Смитами, но даже такие примеры не самые убедительные. Во-первых, их не так много, это редкие случаи, скорее исключения. Во-вторых, даже им приходится трудиться до седьмого пота, чтобы извлечь из своих врожденных талантов выгоду. Большинство успешных людей определенно не рождаются заниматься тем, что в конечном счете они делают так здорово и естественно, что кажется, будто это выходит у них само собой. Вот некоторые примеры. Вернемся к торговым агентам и вспомним Джо Жерарда, несколько раз признанного книгой рекордов Гиннесса самым великим торговым агентом в мире. В возрасте 49 лет Джо завоевал титул продавца автомобиля номер один в одиннадцатый раз подряд. Вот скажите вы наглядный пример прирожденного торгового агента. Но Джо не окончил среднюю школу, пробыл в армии лишь 97 дней, был уволен с 40 мест работы и не имел успеха даже в качестве вора. Джо отмечает, люди часто говорят, что я прирожденный торговый агент, но это не так, я сам сделал из себя торгового агента собственным трудом, а уж если это удалось мне, с такими начальными условиями это под силу любому. Мы с Джо кое в чем похоже, нам обоим пришлось бороться с заиканием, представьте себе заикающегося торгового агента или такого аоратора. А Ричард Брэнсон, человек, стоявший у истоков Virgin Airways, его по праву можно считать одним из самых успешных, известных, ярких и скандальных бизнесменов в мире. Он осмелился конкурировать с мировым гигантом British Airways и поверг компанию в смятение. Он спонсировал Sex Pistols, выпустил на рынок собственные торговые марки водки и презервативов. Любой бизнес, на который он на протяжении 25 лет обращал свой взор, оказывался золотой жилой. Будучи владельцем многомиллионного конгломерата, Ричард Брэнсон является собой такую неординарную и бунтарскую фигуру, какую только можно представить. Он руководит своими компаниями из домашнего офиса, не умеет понятия. Самое интересное то, что с 19 лет он постоянно находится под пристальным общественным наблюдением, и успех многих его затей зависит преимущественно от напористости и яркости его личности. Тем не менее, это довольно застенчивый человек, не всегда внятно выражающий свои мысли. Он не окончил среднюю школу и не имеет специального образования ни в одной области, в которой работал. Несмотря на многолетнее общение со средствами массовой информации, бесчисленные интервью, участие в телевизионных передачах, публичные выступления, процесс коммуникации определенно заставляет его нервничать. Биограф Брэнсона Тим Джексон, автор книги Король Империи Вирджин «Взгляд изнутри на мир Ричарда Брэнсона» ищет истоки этой сильной неуверенности и дискомфорта в низкой успеваемости в школе и неоконченном среднем образовании. Невозможно назвать Брэнсона человеком, которому успех пришел сам собой. Во многих отношениях Ричард Брэнсон стал миллиардером вопреки себе. Врожденный талант, такой же редкий, как единорог, такой же неуловимый, как лохнесское чудовище. Если вы считаете, что у вас нет врожденного таланта для того, чем бы вы хотели заниматься, мой вам совет – рискните и займитесь этим все равно. В конце концов, как вы узнаете, какими способностями вы обладаете, пока не испробуете их на деле. Комик Ред Скелтон, певцы Тони Беннетт и Фрэнк Синатра оказались талантливыми художниками. Их карьера с кистью в руке принесла им не меньше славы и успеха, нежели их первый вид деятельности. Фрэнк Таркинтон совершил удивительный переход от Джокея к невероятно успешному предпринимателю. Джоан Риверс, будучи эстрадной артисткой, занялась бизнесом и дизайном ювелирных изделий. Даррен Беннетт, австралийский футболист, который решил попробовать себя в качестве бейсболиста, находясь в отпуске в Соединенных Штатах, тоже добился успеха. Автор бестселлеров Скотт Туров «Адвокат». Мой бывший клиент, а ныне деловой партнер Джефф Пол был дипломированным специалистом по финансовому планированию, открывшим в себе талант в области рекламы и копирайта. Теперь он по праву считается одним из самых известных и высокооплачиваемых профессионалов, зарабатывая на рекламы миллион долларов. Одно из его коммерческих писем было напечатано в книге «100 величайших коммерческих писем». Дебби Филдс не имела ни специальной подготовки, ни деловой хватки, когда основала миссис Филдс Кукис. При этом довольно скоро стало очевидным, что она обладает удивительными предпринимательскими талантами. Совсем недавно Дебби решила попробовать себя и оказалось, что она талантливый, яркий, динамичный и вдохновляющий оратор. Я могу заполнить подобными примерами всю книгу. Ваше прошлое, старые убеждения и представления о собственных способностях, опыт, связанный с вашими талантами, все, что вам говорили об этом, будет определять ваше будущее. Только если вы ему позволите. Вы либо разрешаете, либо запрещаете прошлому контролировать будущее. Забудьте о тестах профессиональной пригодности. Согласно тесту на профессиональную пригодность, помните, были такие, из меня должен был получиться хороший социальный работник или пианист. Но как-то так вышло, что я начисто лишен чувства ритма или пристрастия к классической музыке, а по своим философским и политическим убеждениям более склоняюсь к рашу лимбо. Таковы все эти тесты на профессиональную пригодность. По большому счету я преуспел и заработал много денег именно в тех областях, к которым у меня не было естественной склонности. Например, примерно за 20 лет я получил сотни тысяч долларов, выступая как профессиональный оратор. В юности я уже заикался, был чрезвычайно робок и стеснителен. Да и до сих пор, честно говоря, не могу назвать себя душой любого общества. И когда я начал эту свою карьеру, то чувствовал себя неловко, неуютно и неприятно. Мои первые аудиозаписи такого низкого качества, что я при любой возможности скупаю их, чтобы не позориться. Львиная доля моего дохода приходится на писательскую деятельность. Шесть книг попали на прилавки, около миллиона долларов в год приносят опубликованные за собственный счет учебники и пособия. Тысячи людей ежегодно расстаются с двумистами долларов, чтобы получить взамен мой информационный бюллетень. Помню, у меня были тройки по сочинениям. Четверки по журналистике, а учительница английского в старших классах выразила уверенность, что из меня выйдет отличный водопроводчик. С тех пор подобные предложения высказывали еще несколько критиков. Я соглашусь лишь до некоторой степени. Я очень сильно сомневаюсь, что у меня имеется какой-то естественный писательский талант. Но я определенно могу писать за деньги. Я думаю, говорить о естественной склонности в подобных случаях по меньшей мере неуместно. Как неуместно и противостояние между генетикой, образованием и окружающими условиями. Не сказать, что бессмысленно и необоснованно, но уж точно неуместно, если вы не обладаете талантом в какой-то конкретной области. Если вам не хватает естественных способностей, вы можете компенсировать этот недостаток, стоит только всерьез взяться за его искоренение. Если природа подарила вам талант в той сфере, в которой вы бы хотели преуспеть, с благодарностью используйте и развивайте свое преимущество. Но в любом случае вы способны многого достичь, стоит только по-настоящему захотеть. С другой стороны, каждый обязан искать те области, в которых он сильнее остальных. Не всякий, к примеру, должен быть предпринимателем. Некоторые люди считают себя бизнесменами, потому что больше нигде не могут найти работу. Но это еще не характеризует человека как предпринимателя. Как иммигранта, может быть, но не как предпринимателя. Успешного бизнесмена отличают видение перспективы, амбициозность, толстокожесть, иммунитет к неудачам, умение жить в одиночестве. Это характеристики, которыми не каждый захочет обладать. И только лишь тот факт, что вас сократили с должности менеджера среднего звена, и вы умеете писать слово консультант, вовсе не означает, что вы должны им быть. Вообще-то, я не раз удивлялся числу людей, бросающихся в тот или иной бизнес, и совершенно не задумывающихся о том, нравится им это занятие или нет. Меня частенько спрашивают, какие сферы деятельности самые горячие, какой бизнес самый выгодный. Но умный вопрос звучит иначе. Какой бизнес самый лучший для меня? Для каждого человека будет свой ответ. Не потому, что вы не можете, нет, вы можете сделать практически все, что угодно, а потому, что вы не должны, основываясь на том, кто вы есть и кем вы хотите стать. По сути, самый разумный совет касательной карьеры, который только можно дать, звучит так. Выбирайте род деятельности в зависимости от типа личности, который этот род деятельности заставит вас стать. Один наставник призывал людей с ограниченными финансовыми возможностями посвятить себя цели и разбогатеть, но не ради денег как таковых, пояснял он, а для того, чтобы стать теми, кем они могут стать, ради положительных качеств и сил, которые они обретут в процессе достижения финансовой независимости. Это положение его учения многими было истолковано неверно и воспринято как воспевание жадности. А он всего лишь имел в виду, великая преданность великим целям порождает великих людей. Забудьте об IQ-тестах Многие годы учителя, родители и все остальные свято верили в ценности и пользу IQ-тестов. Большинство ученых уверены, что эти тесты измеряют лишь 20% успеха, а поэтому коэффициент интеллектуальности не в состоянии с большой вероятностью предсказать возможность выдающихся достижений в жизни в целом и в конкретной сфере в частности. 80% личностных характеристик обуславливающих успех не измеряемый IQ. В 1995 году в свет вышла ставшая весьма популярной книга «Эмоциональный интеллект» Дэниела Голмана, доктора философии, бывшего лектора Гарвардского университета и журналиста Нью-Йорк Таймс. Он пришел к выводу, что традиционные средства измерения интеллекта не в состоянии точно предсказать качественный уровень будущей жизни. Почему самый умный ребенок в классе автоматически должен стать самым богатым и самым счастливым? Почему некоторые люди во времена тяжелых лишений и бедствий сохраняют жизнерадостность, стойкость духа и оптимизм, а другие ломаются? Взяв в качестве критерия IQ, Голман предпринял попытку установить абсолютно новый стандарт, более точную систему оценки человеческой реакции на различные жизненные ситуации. Кстати, сказать, повысить IQ в зрелом возрасте достаточно сложно, а вот намеренно изменить вполне возможно и сравнительно легко. В своей книге «Истории власти и успеха 14 гениев, которые нарушили правила» Жан Лендером приходит к выводу, что слишком много денег или образования или IQ только мешает достижению успеха. Как же так? Психобиографии великих мировых изобретателей и предпринимателей неопровержимо доказывают, что интеллект занимает далеко не самое первое место в списке важных факторов, обуславливающих великие достижения или успех практически в любой профессии. Бывший президент Гарвардского университета однажды сказал «Результаты тестов имеют довольно незначительную взаимосвязь с оценками на первом курсе и ничего не говорят о том, чем вы будете заниматься на протяжении всей оставшейся жизни». Проще говоря, от большого ума одни неприятности. Высокоинтеллектуальные люди склонны к излишнему анализу и не способны принять самостоятельное решение. Не умеют донести свои идеи до общественных масс понятным языком. И вообще зачастую сталкиваются с неимоверными трудностями, когда речь заходит о том, чтобы сделать дело как надо. У меня был один наставник, который имел обыкновение говорить, что обладатели высоких коэффициентов настолько умны, что могут написать слово «лошадь» с семи различными акцентами на семи различных языках, но настолько тупы, что покупают корову, чтобы на ней ездить. Создается впечатление, что здравый смысл, практическая логика и утилитарные знания в большинстве случаев оказываются куда полезнее, чем суперинтеллект. Нестандартная стратегия успеха. Перестаньте тревожиться по поводу наследственности, так называемого врожденного таланта или того, что другие говорят о ваших способностях. IQ, склонности. Все ерунда. У вас могут быть или не быть слабости, физические или умственные недостатки, но только от вас зависит, станут ли они барьерами, которые всю жизнь будут ограничивать вас, или стимулами, которые подтолкнут вас преодолеть их. Ни IQ, ни время рождения, ни астрология, ни оценки других людей ничто не обладает такой силой воздействия на ваше будущее, как ваши собственные решения и целеустремленность. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok